Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. Осуществить с ребенком экскурсию по безопасному маршруту «Дом-школа-дом». Безопасность детей – обязанность взрослых. С началом нового учебного года сотрудники ГИБДД переходят на усиленный режим работы. Мы видим, что дело идет, продвижение идет, ребята занимаются. Бои лучших. На всероссийский турнир по боксу в памяти Виктора Мелькова съехали спортсмены со всей страны. Серьезных осадков мы, в общем-то, пока не ожидаем. Что сентябрь нам готовит? Прогноз на первый месяц осени от главного синоптика края. И начнем с полезной информации. Специалисты отдела по транспорту и связи провели мониторинг пригородных маршрутов. Три месяца назад в движении автобусов номер 112 и 119 были внесены корректировки. Количество рейсов увеличилось в два раза. Насколько удобно теперь добираться жителям хуторов до города, узнали наши корреспонденты. Нижняя Гастагайка, Красная Скала и Красный Курган. Теперь эти хутора объединяют единые маршруты. По обращениям местных жителей два автобуса пустили навстречу друг другу. Как отмечают специалисты, основной поток пассажиров приходится с 7 до 9 утра. После изменения маршрута количество рейсов увеличилось в два раза. А добираться до Анапы стало намного проще. Нас так устраивает, особенно Нижняя Гастагайка, вообще прекрасно. Потому что мы как раз по 8 часам и сплеваем на работу, а так нет. А вы сейчас на этом маршруте ездите? Да, каждый день. Однако возникла другая проблема. Анапчане, живущие в районе дачных хозяйств, не могли добраться до Красного Кургана на одном автобусе. Когда через Красный Курган автобус ходил, с детьми ездили. Сейчас я их даже не вижу, этих людей. Я не знаю, как они добираются. Вот в чем дело. Не ездят за себя? Нет, их не видно на этом автобусе. По просьбе транспортного отдела перевозчик пошел навстречу и сделал проезд от Красной Скалы до Кургана абсолютно бесплатным. Проводим мониторинг самих маршрутов, то есть изучаем пассажиропотоки, изучаем наполняемость автобусов, пассажирские корреспонденции, кто куда ездит, для того, чтобы вносить какие-то корректировки, чтобы и людям удобно было. В то же время перевозчик не бросал данный маршрут по причине его нерентабельности. То есть соблюдаем какую-то золотую середину. Но больше у нас превалирует это население. То есть первоочередные мероприятия для населения у нас проводятся. По словам специалистов, в новые маршруты пока не будут вноситься корректировки. Как показывает статистика, более 90% рабочего населения хуторов устраивает эта схема движения. Подстроить маршруты индивидуально под каждого жителя не получится. Но отдел по транспорту и связи продолжает работать с обращениями анапчан. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Первая очередь объектов военного технополиса «Эра» в Анапе будет открыта уже в сентябре. Значит, отбор инновационных проектов. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По словам министра, для специалистов, которые будут работать в технополисе, подготовлено почти 1300 квартир. Для сотрудников будут созданы все условия – большой комплекс современных лабораторий и научно-производственная цеха, которые позволят выйти на серийное производство изобретений. В Минобороне рассчитывают, что новая площадка привлечет не только уже состоявшихся специалистов, но и молодежь. Главная задача технополиса – обеспечивать дальнейшее развитие обороноспособности страны, чтобы продолжать оставаться в авангарде этой сферы. Эра расшифровывается как «элита российской армии» – это в своего рода военной версии Сколково. Центр находится в Анапе, на территории санатория Минобороны на Пионерском проспекте. Уже 66 анапских семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получили помощь от Центра социального обслуживания. В рамках ежегодной акции «Соберем ребенка в школу» специалисты Центра подготовили канцелярские принадлежности, сертификаты на покупку одежды для детей и продуктовые наборы. Не обошлось и без приятных подарков от спонсоров для первоклашек. Диана Писаренко одна воспитывает троих детей. Двое из них уже учатся в школе. Внимания и заботы хватает на всех, а вот с деньгами бывает туго. Семья регулярно получает поддержку от Центра социального обслуживания. Сегодня им подарили продуктовый набор весом 25 килограммов. Вообще Центр социального обслуживания нам постоянно оказывает помощь. Мы благодарим от всех родителей, от лица всех родителей, директора, руководителя Центра социального обслуживания Кайгороду Ирину Михайловну, а также специалистов, которые оказывают психологическую, материальную помощь, юридическую. То есть постоянно можно обратиться к ним по телефону или на личный прием попасть очень легко. То есть мы как бы рады, что у нас есть такая поддержка. Благодаря спонсорам Центра социального обслуживания помог подготовить к школе детей из 66 семей. Они получили полноценный комплект канцелярии, а первоклассники – новые рюкзаки. В каждом городе мы подхватываем эту идею и помогаем, естественно, людям. Нам настолько это приятно делать. Когда мы видим счастливые лица, нам от этого становится еще лучше, еще радостней, что мы смогли помочь хоть одному ребенку. Это уже счастье. Семьи очень довольны, потому что получить сегодня в наше время перед школой такую помощь – это очень-очень здорово. Несмотря на такое трудное время, и наверняка в каждой семье есть свои проблемы, люди делятся тем, что имеют, и оказывают помощь особо нуждающимся. Поэтому им очень огромная-огромная благодарность. Благотворительная акция «Соберем ребенка в школу» будет действовать до 15 сентября. По словам сотрудников центра, еще есть семьи, нуждающиеся в помощи. Предприниматели, жители и гости города-курорта могут внести свой вклад, отдав центру целую чистую одежду и обувь, детские игрушки, а также закупив предметы первой необходимости. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Анапчане могут получить бесплатные путевки. На льготное санаторно-курортное лечение могут претендовать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. За подробной информацией и путевками необходимо обращаться в Управление социальной защиты населения по адресу Анапа, улица Крымская, 177, кабинет номер 4. Телефон для справок 390-56. Осторожно, дети, сотрудники ГИБДД и отдельные роты ДПС 1 сентября переходят на усиленный режим работы. Основные силы будут дежурить в непосредственной близости от школ. ГИБДД настоятельно рекомендует водителям с этого дня с особой осторожностью проезжать рядом с учебными заведениями, снижать скорость при движении по дворовым территориям и местам массового скопления детей. Там, где возможен неожиданный выход ребенка на проезжую часть, то есть соблюдать скоростной режим, снижать скорость вблизи пешеходных переходов. Мы рекомендуем провести дополнительные беседы, направленные на профилактику детско-дорожного транспорта на травматизм, осуществить с ребенком экскурсию по безопасному маршруту дом-школу-дом. В связи с сокращением светового дня госинспекция призывает родителей приобрести своим детям световозвращающие элементы и разместить их на одежде так, чтобы можно было оставаться заметным в ночное время суток на проезжей части. Помимо этого, с 1 сентября возобновится практика рейдов по выявлению нарушений правил дорожного движения школьниками. Те, кто не достиг 17-летнего возраста, на первый раз отделаются предупреждением. С ними проведут беседы специалисты комиссии по делам несовершеннолетних. А вот тем, кто постарше, придется уже заплатить штраф. В город-курорт съехались боксеры со всей страны, чтобы принять участие во всероссийском турнире памяти Виктора Мелькова. Соревнования проводятся в Анапе в 17-й раз, однако статус профессионального турнира приобрели лишь в прошлом году. Майор Виктор Мельков принимал участие в боях Первой Чеченской войны. 31 декабря 1994 года в составе колонны он вошел в Грозный. В городе боевики устроили засаду. С большим трудом им удалось расчистить обратную дорогу. Виктор Мельков, раненый в ногу, вместе с товарищем остался прикрывать отход. Ценой собственной жизни они обеспечили спасение десятков солдат. Виктор Мельков был посмертно награжден званием Героя России. Уже на протяжении 17 лет в Анапе проводится традиционный турнир по боксу в память о погибшем майоре. Нам интересно, что турнир памяти Героя России в Грозном проходит в очередной раз в Анапе. И, наверное, самые лучшие спортсмены, представляющие различные города и статистику Российской Федерации, снова и снова приезжают к Анапу для того, чтобы показать свой мастерство. 56 спортсменов со всей страны вышли на ринг, чтобы выявить сильнейшего среди них. Состязания класса А проводятся в Анапе во второй раз. В них могут принять участие кандидаты в мастера спорта от 18 до 40 лет. Кто-то представлял сборные команды и воинские части. Другие отстаивали честь целого города. В качестве почетных гостей были приглашены три Героя России. Они отметили высокий уровень проведения турнира и профессионализм спортсменов. Я увидел, что Аристина очень развитая, очень достойные люди приезжают, почетные гости приезжают, много ребятишек собирается. Мне нравится на хорошем уровне. Так как мои друзья проводят этот замечательный турнир моего коллеги Виктора Амелькова уже не первый раз, мы чаще приезжать стали, мы чаще общаться стали, мы видим, что дело идет, подвижение идет, ребята занимаются своим подвигом, можно сказать, гражданским подвигом, гражданской позицией. Они обучают детей тренироваться, то есть себя тренировать, обучают их систематизировать собственные знания, даже работа кулаками, это фактически математика. Федерация бокса и Управление по физической культуре и спорту самостоятельно разработали стилистику кубков и медалей для победителей. Уже в октябре АНАПА станет площадкой для проведения следующих состязаний по боксу. Первенство Европы пройдет в городе-курорте с 8 по 17 октября и соберет лучших спортсменов со всего мира. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, АНАПА-регион. Последние дни августа дарят нам по летнему жаркую погоду, сладковым морем и теплыми ночами. А какие сюрпризы принесет наступающий сентябрь? Готовятся ли куртки или купальные костюмы в ожидании первого месяца осени? Нам рассказал главный синоптик Рая Андрей Бондарь. На данный момент у нас существует долгосрочный прогноз Росгидромета, согласно которому температура будет несколько выше нормы, и осадков будет недобор и по сентябрю. То есть пока нам обещают хороший бархатный сезон, можно сказать так. Температурный фон у нас несколько, конечно, понизится на 2-3 градуса. Будет достаточно тепло и хорошо. Серьезных осадков мы, в общем-то, пока не ожидаем. У нас будет холодный фронт проходить вот в конце августа. И следующий фронтальный раздел где-то будет у нас ориентировочно к концу первой недели. Остальное время температурный фон будет достаточно ровным, с максимальными температурами по Анапе около 30-32 градусов. Ночные температуры будут также достаточно комфортными, порядка 18-22. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Мы делаем спорт доступным. Субтитры создавал DimaTorzok